Всем привет! С вами канал Кузница Фактов. Рассмотрим топ-10 истории спасения собак от неминуемой гибели. Спасение собаки по кличке Борилла. Эта невероятная история произошла в Испании. В центр спасения животных привезли молодого пса. Ему было всего 10 месяцев. Борилла была очень сильно истощена, не могла ходить и даже стоять. Просто невероятно, как она вообще смогла выжить в таком плохом состоянии. Однако в центре по спасению животных собаку стали постепенно выхаживать. За 7 недель жизни в приюте Борилла очень сильно изменилась. Ей удалось поправиться с 7 до 21 килограмма. Хозяином Бориллы стал один из сотрудников центра по спасению животных. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает. Спасение собаки по кличке Тео. Сотрудники центра надежды для лап были на обратном пути после спасения трех питбулей, когда они заметили маленькую собачку со спутанной шерстью, блуждающую по улицам Комптона, штат Калифорния. Пара остановилась, чтобы подобрать перепуганную маленькую собачку, которая была брошена своими прошлыми хозяевами. В то время, как его купали и осматривали его физическое состояние, Тео был тихим, дрожал и отказывался кушать. Его дух был сломлен месяцами отсутствия заботы и возможным жестоким обращением. Потребовалось некоторое время, но маленькая собачка в конечном итоге перестала быть застенчивой. Сейчас Тео обрел новую семью и четвероногих друзей, с которыми он с удовольствием играет. Спасение собаки по кличке Майли. Майли жила в мусорной куче, тяжело раненая и едва способная ходить. Кожу и шерсть поразила инфекция. Еще бы немного и собака погибла бы, но вдруг пришло спасение. Спасатели службы Hope for Pose вывезли беднягу с мусорки и доставили в реабилитационный центр, где ее накормили и вылечили. Майли отсыпалась три дня не только по физическим причинам. Она устала эмоционально, устала быть отверженной. Вскоре Майли нашла себе хозяйку. Теперь она белоснежная красавица и живет в уютном доме с бассейном, в хорошей семье и по-настоящему радуется новой жизни. Спасение собаки по кличке Бекки. Эта собака была найдена в Нью-Йорке. Команда спасателей обнаружила ее сидящей на коробке в крайне плохом состоянии. Собака долгое время скиталась по улицам, плохо питалась и потеряла заднюю лапу. Неизвестно, какое время собака была бы еще жива, если бы не спасатели. Бекки, как позже назвали беднягу, была доставлена в клинику. К сожалению, одна из задних лап собаки не подлежала лечению, поэтому было принято решение ее ампутировать. Спустя несколько недель Бекки пошла на поправку и обрела новую любящую семью. Несмотря на отсутствие лапы, собака чувствует себя хорошо и активно играет со своими новыми четвероногими друзьями. Спасение собаки в Индии. Волонтеры индийской организации Animal Aid Unlimited, помогающих бездомным животным, обнаружили этого несчастного пса на обочине дороги и приложили максимум усилий, чтобы вернуть его к жизни. Бедняга был голоден и изнеможден, а его кожа была поражена паразитами. Он лежал у одной из дорог в городе Уайтпур, штат Раджастхан. Кожная инфекция была устранена в течение 10 дней. Еще два месяца потребовалось на полное восстановление несчастного животного. Пес перестал бояться людей и сейчас вместе с другими спасенными собаками живет в центре для бездомных животных. Спасение собаки по кличке Дизи. Этот бедолага был найден спасателями на улицах Индии. Собака попала в браконьерскую ловушку и получила рану на шее, в которую попала инфекция. У собаки сильно распухло лицо и шея. Постоянная боль не давала Дизи полноценно питаться, поэтому она была сильно обезвожена и с трудом передвигалась. Спасатели доставили ее в приют и оказали медицинскую помощь. Постепенно Дизи начала полноценно питаться и идти на поправку. Спустя 5 месяцев после реабилитации собака чувствует себя превосходно и живет в одном из приютов Индии. Спасение собаки из бочки дегтя. Этот трогательный случай также произошел в Индии. Группа спасателей нашла собаку, которая застряла в бочке с дегтем. Возможно, она вошла внутрь бочки, чтобы согреться ночью, и тепло ее собственного тела начало расплавлять смолу, в которую она затем погрузилась и не смогла самостоятельно освободиться. Когда она была найдена спасателями, она больше не боролась и, казалось, полностью потеряла всякую надежду. Чтобы спасти собаку, потребовалось сначала распилить бочку, потом с помощью специальной жидкости очистить шерсть бедолаги от остатков смолы. К счастью, собака была спасена и на сегодняшний день ее жизни ничего не угрожает. Спасение собаки из ямы. Пес по кличке Калу был найден внутри дыры на строительной площадке, куда он ушел, чтобы умереть. Его лицо было сильно ранено и кишило личинками. Бедолага ничего не видел, так как его морда была обезображена до неузнаваемости. Собака долгое время ничего не ела и не могла самостоятельно передвигаться. Калу был доставлен в Центр по спасению собак, где ему была оказана медицинская помощь. Реабилитация длилась долгое время, но пес пошел на поправку. Казалось, что в этом случае спасатели были бессильны, но они сделали невозможное. Сейчас Калу живет в приюте и ведет полноценную счастливую жизнь. Спасение собаки по кличке Джулия. Женщина шла по улице Лос-Анджелеса, когда увидела бездомную собаку. Животное явно было дезориентированным и очень больным. Девушка сообщила это калифорнийскому обществу спасения Hope for Pose, которые сразу отправились на поиски собаки. Собаку привезли в клинику. Она была страшно худой, в грязи и ранах. Как только вода коснулась ее тела, ступья стали отваливаться и отовсюду полилась кровь. Вскоре Джулия пошла на поправку. Она начала хорошо есть и набирать силу. Благодаря этому спасению она стала еще более нежной к людям, которые подарили ей новую жизнь. Спасение собаки по кличке Меджор. Бездомная собака лежала раненая на обочине дороги в Индии и умирала. Одну половину ее головы живьем съедали личинки. Спасатели забрали несчастное животное в свой центр и обработали голову химическим средством, чтобы через несколько часов рану можно было промыть. Сотни личинок были извлечены из головы. Собака полностью лишилась одного уха. На третий день началось лечение чесотки. Этот старый пес, несмотря на свое состояние, очень хотел жить. И сегодня Меджор выглядит лучше и в скором времени найдет своего нового любящего хозяина. А какие истории спасения собак знаете вы? Пишите свои ответы в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новых видео. А с вами был канал Кузница Фактов. Всем удачи, пока!